Сделаем небольшую зарисовочку с помощью Лауры Мессегер, которая посетила одного из главных работников трека, знаменитого трековика опять-таки, уж извините за созвучие Джека Бобриджа, для того, чтобы посмотреть, чем он питается в преддверии таких баталий, таких длиннючих этапов. Далеко не все то, что предлагается, он использует. Я использую безглютеновый хлеб. Ну и тут есть неплохой подбор салатов. Мне нравится вот эта каша с добавками, ведь овсянка, овсянка, и честная такая овсянка достаточно. Но это не горячая овсянка, говорит он, это из холодильника мы достали. Можешь угощаться. Сачку свежевыжатого. Три яйца, а также сыр и... Ну, видите, что блюдет себя, как всегда. Лаура в течение многих лет. Она образец правильного питания. И никаких добавок. Далее яичница с рисом. Ну, такой сумасшедший завтрак, если бы я знала, я бы просто не ужинала. Столько всего. Ну, это еще не все. Еще эту историю нужно закончить кашкой. Ну, в холодный день мы стараемся заправиться еще больше, потому что нам понадобятся калории на прогрев организма, а не только на продвижение вперед. Ну, и что-то тут такое. Что такое привез? Райдер Хэш дал. Очень многие используют, а я нет. Говорит он, но я так и не понял, что это было. На тяжелом, длинном горном этапе 7-10 тысяч калорий запросто. И, естественно, сколько ты не ешь, ты все равно не можешь съесть столько, и все надо пополнять во время хода. А здесь 3 тысячи примерно калорий на столе. И, конечно, нужно, чтобы было все, и протеины, и разные медленные углеводы. Ну, и это у тебя тоже будет длинный этап, поэтому давай прихвати с собой, и когда у тебя не будет времени, ты сумеешь прихватить уже в рамках этапа, по ходу этапа. Ну, или поделиться с вот этими бравыми ребятами.